Здравствуй, родной понедельничный зритель! В эфире вечернее шоу Вятка Тудэй. Как новости? Только душевнее. В студии Роман Корнеев, как обычно. И сегодня мы для вас приготовили несколько интереснейших сюжетов. Вот что сегодня будет в программе. Из-за чего будет разрушен двухметровый стул? Сотрудники портала обнаружили портал, который ведет в другое измерение. Отважный исследователь Оксана Стяшкина обнаружила в нашем городе новую речку. Полумарафон от первого лица. Рубрика, в которой Саша Светлик натыкается на немотивированный отказ. Никогда. Сделаем добро и мило пристроим собаку Милу. Послушная, ласковая девочка. Давайте все вместе поможем ей. И выясним, какая же она вятская осень на театралке. Ой, а почему она похожа? Я не знаю. Ну а начнем программу. Мы с сегодняшних новостей, благо их много. И если вы что-то за сегодня пропустили, мы вам напомним. Рубрика с длинным названием. Итак, вот какие сегодняшние кировские новости. Житель Зуевки Владимир сколотил двухметровый стул, чтобы, сидя с него, выходить в сеть интернет. А теперь предположим, как выглядит использование этого двухметрового стула. Итак, к Володе приходит гость, для того, чтобы почитать свежие сегодняшние вятские новости. Володь, а правда, что с этого стула можно выйти в интернет? Правда! А можно я почитаю, что там в Кирове творится новостя? Я верю, что. Спасибо. Так. Ньюслер утверждает, что инопланетяне подают сигналы жителям Земли. Сотрудники портала обнаружили портал, который ведет в другое измерение. В кировской школе с родителей собрали деньги, чтобы подарить цветы депутатам. Володь, разбирай-ка его нахуй. Какой город, такие и новости. Сегодня в нашу редакцию обратились кировчане и рассказали, что в городе появилась новая речка. Но они никак не могут придумать ей какое-нибудь красивое название. И попросили прислать Оксану Стяжкину. Ведь Оксана Стяжкина тот человек, который с легкостью придумывает новые топографические наименования. Если вам надоела река Вятка, река Хлыновка и река Люльченко, не расстраивайтесь. Теперь вы можете прийти на новую реку, которая появилась на Филейке. И называется она Молодежная. А назвать, как ее мы решили, в честь улицы Молодежной, по которой эта река и течет. Довольны ли вы наконец-таки появлению новой реки Чистой? Конечно. Холодно. Словно, весеннее, вот я еще там ниже живу, так вообще здорово все. Ребенки вон тут вот постоянно за пруды делают, весело одним словом. По словам местных жителей, разливается она уже на этой улице не первый раз и течет уже пятый день. Отключали воду на один день. Какую? Холодную у нас здесь только бежит, что вечером включили и часа через два прорвало трубу. Даже некоторые машины моют из этой лужи. На морке сэкономим. Теперь машина чистая. Да. Ну и как, молодежи много ли возле этой реки собирается? Ну, так это. Мы все ходим мимо здесь, сколько нас живет. Как говорят местные жители, они не раз обращались в горводоканал. Они сказали, что приедут и посмотрят. Но они приехали. И? Не смотрели, и не ремонтируют. Мы вообще-то сегодня ждали, что приедут в водоканал и будут нам здесь делать что-то. Ну, похоже, хорошее, но похоже, река и ныне там, пусть течет. Мы хотим, чтобы нам все сделали, пока погода хорошая, и люди жили спокойно. Особенно у нас тревожатся пенсионеры. Так что, дорогие жители и гости города, особенно сотрудники водоканала, приглашаем вас посмотреть на новую речку, которая находится на улице Молодежной, 36. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей». В минувшие выходные в Кирове состоялся полумарафон «Вятские халмы». Больше двух тысяч человек наматывали круги по Кирову и получали от этого огромное удовольствие. И я уверен, что те, кто смотрит сейчас телевизор, не принимали участие в этом марафоне. Слава Богу, в наш город приехал гость Дмитрий Хижняков и снял на видео этот полумарафон. И сейчас будет эффект полного погружения. Вы сможете сами, будь-то бы, пробежать этот полумарафон. Итак, расслабьтесь, прибавьте звук. Вы бегун! Короче, жесть. Мы вообще опять как камень. Почувствовали себя на месте марафонца? Молодцы! А теперь я вам предлагаю почувствовать себя на месте журналиста, которого постоянно отправляют в пешее путешествие куда-нибудь подальше. У нас есть специальная рубрика, которая называется «Пошли журналиста». И именно это делали с Сашей Сытликом кировчане. Можно мы у вас одну минуту отнимем? Нам очень некогда. По времени у меня люди ждут. Буквально минутка, меньше минутки. Мы к вам. Ой, спасибо большое, что я... Нет, 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 нет. Что такое? Так парни тебе никогда не завидят сейчас, не будете. Да! Некогда? Некогда. Не могу. Не, мы не можем. Минуту. Сразу нет. Мы на телеканал попадем? Да, ты готов нам уделить минуту? А мы не хотим с вами разговаривать. Сломаем систему один раз. Спасибо, счастливо. До свидания. После такого сюжета необходимо поговорить о вежливости и внимательности друг к другу. Сегодня в сети интернет появилось видео с самым вежливым кировским мотоциклистом. Этот товарищ просто ехал по улице и заметил, как из окна автобуса кто-то что-то потерял. Как вы думаете, он проехал мимо? Конечно же нет. Это самый вежливый мотоциклист. И он решил помочь. Вот так выглядит добро в городе Кирове. Если и вы хотите сделать доброе дело, давайте вместе попытаемся найти дом собаки, которую зовут Мила. Сегодня мы ищем новую семью для этой прекрасной девочки по кличке Мила. Девочку нашли на улице волонтеры. У собаки была травмирована лапа и впоследствии ее пришлось ампутировать. Сейчас Мила передвигается на трех лапах, но это нисколько не мешает ей жить полноценной жизнью. Она наравне с другими собаками бегает и резвится. Она, конечно, жизнерадостный, хороший, маленький ребенок. Ей всего пять месяцев. И вот то, что у нее отсутствие лапки, в принципе, наверное, вы увидите, нисколько не мешает ей быть вот такой оптимистичной, хорошей, резвой, маленькой девочке. В ней столько нежности, столько преданности, что очень хочется, чтобы у Милы наступил третий период в ее жизни, когда бы она нашла своего любящего хозяина, свой дом. Она этого тоже очень-очень ждет, старается вести себя очень хорошо. Да, это послушная, ласковая девочка. Давайте все вместе поможем ей найти этого единственного хозяина, которого она, наверное, все-таки заслужила. Если вы хотите, чтобы Мила стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8-953-139-20-33. Ну а на сладкое в нашей телепередаче сюжет под названием «Вятская осень». Именно такой праздник проходил на Театральной площади Оксана Стяшкина. Прогулялась там, поиграла, побегала, нашла яблоко, которое похоже на попу, а также огромный огурец. Что она с этим делала, увидите в следующем сюжете. Растения любите? Овощи любите? Праздники любите? Танцы любите? Гулять и веселиться тоже любите? Тогда нам на праздник «Вятская осень». Могу ли я пойти с такой корзинкой на свидание? Нет, на свидание это в лес за грибами. Это что такое? Это яблоко. Ой, а почему оно похоже на папку? Ну, каждый думает меру своей испорченности. Это что такое? А это огурцы такие выросли. Слушайте, таким огурцом можно обороняться в темном берегу. Нужно нас все обороняться. Вот иду из сада и обороняюсь, если что. Петуха показать вам, да? Голубка, петухов я боюсь. А как понять, любит тебя голубок или не любит? Птенчик будет пищать, просить вас кушать. О, хорошенький. Что, почему вас к голубян-то потянуло? Да, меня давно уж потянулось. Знаете, такая зараза, как с детства начнешь и уже не кончишь никогда. Сейчас мы будем с вами солить капусту. Нет, не солить, мариновать. Увеличатся ли шансы у меня на то, что меня будут считать хорошей хозяйкой? Я думаю, что да. Я как будто профессионал, нет? Ну, как будто да. Профессионалов терку не трут, скажем так. Если коротко чем-то залить, что-то положить и все, готово. Ну, почему чем-то залить, что-то положить? Ну, ты памяти. Спасибо. Ой, а теперь как? Эксклюзив. Это что? Это нога? Да. И все, и к концу пять. Все. Ну, вот с овсом в руках. Теперь я чувствую себя настоящей вятской девчонкой. Побывала на празднике вятской осени. Оксана Стяшкина. Спасибо. Специально для программы «Вятка Тудей». Да? Ну, и на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Завтра будет больше, завтра будет интересней. Завтра покажет. А пока на этом все. В студии был Роман Корнеев. И это было шоу «Вятка Тудей». Как новости, только душевнее. Пока-пока.